19 января православные отметят крещение Господне. По традиции в крещенскую ночь люди устремятся к купелям, которые оборудуют по всей республике. Где и как можно будет приобщиться к таинству крещения в Чебоксарах, рассказывает Юлия Важенина. Набережная у свято-троицкого мужского монастыря – традиционное место купания на крещение. Вот только в этом году толщина льда не дотягивает до безопасной. Решение есть нарастить ледяной слой. Все купели будут установлены в соответствии с соблюдением необходимых требований безопасности. Толщина льда в этом году в районе купелей составляет около 20 сантиметров. Поэтому мы принимаем меры для того, чтобы нарастить толщину льда. Сегодня начинаем заливку специальными насосами и помпами. Мы будем доводить толщину до 30 сантиметров, где-то минимальную толщину, чтобы была устойчивость для выдержки нагрузки людей. Переодеться можно будет в специально оборудованных кабинках. Здесь обещают поставить скамейки, урны для мусора, биотуалеты. С территорию будут освещать три прожектора. А погреться все желающие смогут в двух специальных палатках с тепловыми пушками. Купели у нас стандартные. Мы их ежегодно проводим в ревизию. Вся деревянная конструкция обновлена. Подходы к купелям будут изготовлены новые трапы. Определены места для стоянки спецмашин МЧС, ГИМС, поискоспасательную службу, также для транспорта станции скорой медицинской помощи. Во избежание несчастных случаев, поисково-спасательная служба будет круглосуточно дежурить по всей республике. Практически все оборудование у нас готово для обслуживания тот день при несчастных случаях. Но есть случаи, когда люди еще самостоятельно прорубают проруби и там купаются. И мы такие тоже пресекаем. Тот день будем дежурить, особенно по реке Волга, Сура. Считается, что святая вода помогает не только очиститься духовно, но и способствует излечению от многих заболеваний. Поэтому большинство верующих стараются искупаться в проруби именно на крещение. Однако в нашей климатической зоне нужно быть очень осторожным. Намного легче заплыв дается тем, кто практикует закаливание. Вот видите, как хорошо. Не мерзнем, ничего, не болеем, занимаемся спортом. Всем остальным неплохо проконсультироваться со специалистами, прежде чем лезть в прорубь. Не стоит этого делать людям с хроническими заболеваниями. Им, а также маленьким детям и пожилым достаточно просто умыться святой водой из Ордани. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика. Спасибо.